Всем привет! Продолжаем изучать возможности спринга по работе с данными. И сегодня мы продолжим тему погенации и Infinity Scroll. Infinity Scroll мы уже рассмотрели. Сегодня мы рассмотрим погенацию. Напомню, погенацию мы главным образом пользуемся тогда, когда юзер ищет нечто конкретное в каком-то списке. То есть ему нужна возможность жестко переключаться, в отличие от Infinity Scroll, где просто поток данных и по большому счету не имеет значения, какой элемент ему предоставляется. То есть он ничего, вернее, конкретного не ищет. Он просто хочет какие-то контенты увидеть. И в этом разница. То есть Google у вас выводит погенацию, ответы вы ищете конкретное. Твиттер – это классический пример Infinity Scroll, то есть просто бесконечный поток данных. Окей. В прошлый раз вот мы писали некие-некие методы, некие методы, да, и вычисляли в них некий диапазон. Но вот так делать, вот так делать, в принципе можно, в принципе можно, но нежелательно. Почему нежелательно? Потому что Spring и Spring Data, да, нам уже поставил решение для данной шаблонной задачи. А погенация – это именно шаблонная задача. И Spring Data вводит такой механизм, как страницы – пейджи. Пейджи, пейджи, пейджи. То есть смотрим. Пейдж. И вот видите, уже подсказка идет. Пейдж, то есть интерфейс пейдж. И здесь нас что интересует? Нас интересуют персоны. Персоны и дальше find, find all. и здесь мы просто перейдем. Подвисло. Так, вот, механизм пейджи был, пейджи был. То есть у нас есть вот такой классный механизм. Что из себя вообще представляет страничка? Смотрите. Вот ваши данные, данные – это есть некая, некая. То есть некие вот единицы. Один, два, три, четыре, пять, шесть. В принципе, если и, если и разбить, разбить на группы, группы, вот, например, по три, то пейдж – это вот эта группа, вот эта группа. Или сайз – вы размер, размер группы можете изменить, например, сделать по четыре. И вот у вас размер группы изменился. О, вернее, размер странички стал другим. То есть пейджи был, он именно так поступает с вашими данными. То есть вы сперва заносите размер группы, размер группы, а пейдж – это вот порядок. Пейдж – это порядок. То есть пейдж – это номер странички. Вот это было бы ноль, это было бы один, это было бы два, но здесь один элемент. Если бы вы бы изменили, например, сайз по два, вы хотели бы, чтобы ваша страничка, ваш пейдж, ваш пейдж, был бы по два элемента, то в итоге у вас была вот эта первая страничка, эта вторая страничка, эта третья, четвертая, вернее, индекс нуля начинается. То есть у вас есть какой-то кусок данных, кусок данных, вы их дробите по двум параметрам. Первый параметр – это сайз, сколько в каждом контейнере у вас, скажем так, будет элементов. А второй параметр – это пейдж. Он отвечает за индекс контейнера. То есть пейдж был – это, скажем так, абстракция над вашей коллекцией. Абстракция над вашей коллекцией. То есть есть вот абстракция итерабл, да? Итерабл. Как еще? Что это может быть? Вот есть абстракция итерабл, да? И вот это абстракция же над коллекцией. И вот пейдж – это тоже абстракция над коллекцией. Но она немножечко вот с такими законами работает. Ладно, идем дальше. Теперь нам нужно воспользоваться данной коллекцией. Для этого мы создадим специальный контроллер. Значит, мне нужен getMapping. Назову я pagination public string list persons и здесь здесь мне нужно передать модель, естественно. Но помимо модели мне нужны вот эти вот переменные. Page и size page и size и обычно их вот передают вот таким вот незатеримым способом. ой requestParam requestParam то есть пишут value size так здесь он назвал requireFiles и defaultValue 0 и это у меня integer size а это integer page так и здесь нужно изменить на page а дефолтное значение пусть будет по 7 по 7 так теперь мне нужно значит достать данные странички page page person page persons page значит page repo find all pageable и здесь мы передаем page request пользуемся статистическим методом move так за импорту я тут и здесь мы передаем page и и сайз передаем page и сайз и модель атрибутов модели а я кстати здесь уже создал индекс pay индекс страничку индекс пак и мне нужно теперь передать но прежде чем передавать я хотел бы показать какие у нас методы собственно есть смотрите всего количество страниц какое есть количество элементов вообще в коллекции то есть это вся коллекция целиком то есть вместо того чтобы делать условно два запроса в базу данных отдельно вот здесь вот да за количеством элементов и за диапазоном мы выполняем как будто бы один запрос хотя если честно я не знаю как там внутри запроса во что он представляется но самое главное что для нас он выглядит как один и он вернет нам некий элемент некий элемент в котором очень много интересной информации находится например у него есть get pageable то есть вот этот хотя ладно get number get content то есть это лист персона лист персона лист персона количество элементов и так далее короче поиграйтесь поиграйтесь а я хочу а я хочу а я хочу здесь вернуть вернуть от attribute сделать и persons page и передаем мы вот этот persons page окей так только persons persons page и вторым параметром я еще передам просто для удобства просто для удобства дозову numbers int 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 trim range null page person get total page и тор то есть я просто здесь создал диапазон создал диапазон создал диапазон теперь я иду значит на нашу страничку и пытаюсь делать все это исправить я здесь просто вам вот эту страничку скопипатил скопипатил вот из этой вот из этой только только javascript я не взял окей 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 Релот, через релот, всей страницы целиком. Что нам здесь нужно? Я подключил к библиотеку вот эту вот, материалайзер. Материалайзер. И буду использовать погенацию. Вот эту вот погенацию. То есть вот так. Я, правда, вот эти не опишу. Потому что мне лениво будет. Ладненько, поехали. Для начала мне нужно пофиксить вот эту штуку. Потому что почему? Потому что у меня нет персона. У персона, у персона я могу взять getContent. Но здесь я могу... Если я по... Контент. То есть вместо слова getContent я могу сразу обратиться к полю. Я могу сразу обратиться как будто бы к полю. то есть getResetter в действии. Окей. Ладно, поехали. Теперь мне нужен список. Список. У которого класс погенейшн. Погенейшн. И который отображается только если... Так. Только если persons page, persons page, persons page, total page, больше нуля. То, в принципе, ну логично, да? И здесь, здесь дальше мне список нужно вернуть. Здесь мы пользуемся forEach. 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 Значит, pageNumber. И здесь я... То есть я пытаюсь вот эти циферки отобразить. Через список они у меня отображаются. То есть pageNumber. И здесь я забираю... Numbers. То есть вот эти вот... Вот эти Numbers я забираю. Окей. Дальше поехали. Это первая часть. Вторая часть. Это... Мне нужно... Чтобы у меня вот это, вот это... Вот так вот выделялось. То есть мне нужно задать некий класс. Некий класс. Значит, пишу TH. Класс. И здесь поехали. Если pageNumber... Если pageNumber равен... Person's pageNumber. То есть текущая страница. Текущая страница. Равна... Равна... Равна вот... Той вот циферке. Присваиваем класс Active. Присваиваем класс Active. Присваиваем класс Active. Здесь, по-моему... Именно в ссылках. Грамотно развесить ссылки. С пагинацией. Окей. Давайте попробуем... Создать ссылки. Так, мне сюда... THRF... THRF... То есть я, по сути, я, по сути дела, пытаюсь формировать вот эту ссылку сайзами, пейджами и так далее. То есть... Попагination... Так... Попагination... Оперсант... Pages... Pages... Page... paljon. П�еж은... Page of numbered... Plus... Apperswny? Today... То есть... второй параметр size. Попагination... В принципе его можно даже не задавать... У험 был на д algum corporaliers, в zor естьQui- ihre superficie. и как он тоже bild peninsula. давайте я его не буду задавать и здесь я его вычеркну и за хардкожу за хардкожу, что всегда будем по 7 лень мне писать лень мне писать окей и сюда нужно еще ставить текст таштекст таштек забыл этот доллар, знак доллара page number plus one почему plus one? потому что у меня с нуля начинается с нуля ну и собственно все я на всякий случай напомню что у меня коллекция из двухсот единиц создается вот такая вот у меня модель ничего особенного имя и одинаковое имя и рандомный токен запускаем и вот мой ответ и вот мой ответ так я тут только что-то сделал неправильно так я тут что-то сделал неправильно я знак вопроса пропустил понятно сейчас поправлю так так вот я добавил знак вопроса и здесь я еще поправил что дефолт value ноль чтобы у меня стартовая страничка с единиц начиналась то есть вот один и вот наши цилинды опять я неправильно сделал а нет ссылки-то у меня правильные просто не не из-за того что с нуля начинается а мы привыкли обычные то люди они привыкли что с единицы это мы любим что у нас коллекции все с нуля начинаются ладно вот допустим 12 вот 12 и вот последнее то есть здесь всего 4 еще особенности о которых стоило бы сказать особенности да которые стоило бы сказать помимо того что вы задаете задаете номер странички и размер размер окна скажем так можно 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 также передать new sort так и токен то есть передать передать сортировку передать сортировку и если я правильно понял то можно 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 несколько полей можно несколько полей задавать то есть не только одно можно несколько окей то есть сейчас я сделал все то же самое только у меня будет сортировка и вот у меня сортировка по токенам по токенам смотрите видите вторая страница третья страница предпоследняя страница и последняя страница по токенам айди тут меняется видите здесь уже изначально по айди вот такая вот такая история в принципе вы еще можете задать сортировку вот таким вот способом то есть тип сортировки и поле то есть помимо того как я до этого передал текст все то же самое ладно вывод вот как в этой строчке как сделать красиво как сделать шаг влево шаг вправо как уменьшить количество это я уже оставлю на вас в принципе основная идея показана здесь что самое важное вы создаете метод который возвращает вам некую абстракцию страницы в этой абстракции страницы находится очень много уже готовой вам нужной информации чтобы работать с погенацией в частности количество вообще страниц количество записей записи ну и дальше просто передаем и все вот такие дела ладненько изучаем спринг дальше изучаем инструменты инструменты спринговские дальше see you next time с